МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана в областной столице почтили память погибших самарцев. Узнать о выборах и сообщить о замеченных нарушениях на базе Нотариальной палаты Самарской области заработала горячая линия регионального общественного штаба наблюдателей. За большой профессиональный вклад во благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране. В Самаре состоялось торжественное вручение премии команда Путина. Восстановление облика городов, увеличение инвестиционной привлекательности в Самаре стартовала стратегическая сессия «Инвестируй в историю». Зная наших, Самарская область направила более 200 заявок на конкурс российских производителей, что получат победители. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в форуме национальных достижений в Москве в рамках Всероссийской выставки России. Главное событие дня – пленарная сессия о ключевых результатах и достижениях в области культуры. Глава региона рассказал о развитии модельных библиотек Самарской области. Благодаря нацпроекту «Культура» число зарегистрированных читателей выросло на 85%, а общее число читателей в регионе достигло 1 миллиона человек. Это практически каждый третий жителей региона. Губернатор отметил, что в области по итогам 2024 года будет работать не менее 36 модельных библиотек. При этом принято дополнительное решение. Помимо тех библиотек, которые модернизируют по нацпроекту с участием федеральных средств, еще на 12 библиотек выделили деньги из регионального бюджета. Сегодня исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Цветы к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах, возложила глава Самары Елена Лапушкина, представители ветеранских и общественных организаций юнормейцы. Подробности в нашем сюжете. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан. По замыслу руководства страны, это должно было предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства. Первыми двигались саперы, расчищая путь советским воинам. Ими командовал Владимир Тимошинов. Когда туда вошли, то инженерных войск было очень мало. И потом в конце таких концов образовали 45-й инженерно-саперный полк. А задачи выполняли очень-очень ответственные, большие. Проводили колонны. Наши шаперы рисковали жизнью так, что может даже некоторым так не удавалось. Потому что у нас были такие приборы, которые работают. Когда на тебе нет ничего металлического. То бишь без автомата, без бронежилета, без ничего. Солдатик шел с миновискателем и проверял. За годы, проведенные в Афгане, саперы проверили более 100 тысяч километров дорог, проводили колонны на боевые действия, выводили на позиции войска, оборудовали сторожевые заставы, а когда уходили, минировали поля. Сегодня исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Цветы к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах, возложила глава Самары Елена Лапушкина, представители ветеранских и общественных организаций «Юнормейцы». В этот день хочется вспомнить всех, которые отдали свою жизнь в Афганистане. Люди выполняли приказ Родины, и мы всегда их поддерживаем, берем с них пример. Всего в Афганистане воевало около 620 тысяч советских воинов. Погибли чуть менее 15 тысяч человек. В Самарском окружном доме офицеров прошло торжественное собрание, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В зрительном зале участники Афганской войны и СВО, члены их семей, Герои России, представители ветеранских организаций и молодежных патриотических движений. На собрании наградили выдающихся ветеранов и действующих военных федеральными региональными медалями и памятными знаками, а также вручили индивидуальные подарки от губернатора Самарской области. Награды военнослужащим вручал временный исполняющий обязанности вице-губернатора региона Юрий Рожин. Вплотившись вокруг президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, поддерживая наших военнослужащих и их семья, мы обязательно добьемся победы и сделаем этот мир более справедливым и безопасным. Нашу страну, великую Россию, еще более благополучной и процветающей. Искренне благодарю всех, кто в разное время с оружием в руках защищал нашу отчизну на ее дальних подступах и, рискуя жизнью, обеспечивал покой и безопасность наших граждан. Вечная память павших. В Самаре на базе Нотариальной палаты начала работу горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами президента России. С какими вопросами можно обратиться к специалистам, расскажем в сюжете. Выборы президента в Самаре, как и по всей стране, пройдут с 15 по 17 марта. Чтобы граждане могли узнать необходимую информацию или сообщить о замеченных нарушениях избирательного процесса, в регионе заработала горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Открылась горячая линия на базе Нотариальной палаты Самарской области. Сегодня мы открываем работу горячей линии традиционно в предвыборной кампании. Это очень важная деятельность, чтобы запросы избирателей по различным вопросам нашли свое решение. Тут операторы горячей линии принимают экспресс-сообщения. Специалисты будут принимать звонки по будням и 15-16 марта с 10.00 до 5 часов вечера, а 17 марта с 8.00 до 20.00. Телефоны горячей линии 8 846 337 75 55 и 8 846 337 76 00. Также можно написать на почту, адрес которой указан на экране. Я рассмотрю это как инструмент повышения явки избирательной и избирательной участки, тем самым содействие легитимности избирательного процесса, результатов выборов и, конечно, самой публичной власти. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса, на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В него вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба избран Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседателями стали президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева. События. За большой профессиональный вклад во благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране. В Самарском театре оперы и балета прошло торжественное вручение премии «Команда Путина». Среди лауреатов – те, кто ежедневно проявляют гражданскую позицию, помогают Родине и объединяют вокруг себя команды единомышленников. Ее получили предприниматели, работники культуры, образования, здравоохранения. Благодарственное письмо от Народного фронта вручили Виктору Романову, руководителю Самарской региональной общественной организации «Самбат». Сегодня она известна далеко за пределами региона. Волонтеры-добровольцы плетут сети для маскировки, шьют носилки для раненых, вяжут носки, изготавливают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь. Народный фронт – это большая сила, это опора нашего президента. И я рад, что они в нас тоже видят такую же опору. И это благородственное письмо, оно как оценка нашей работы, то, что мы делаем. Напомним, премия «Команда Путина» была инициирована в 22-м году Народным фронтом, лидером которого является президент России Владимир Путин. Почетными наградами отмечают труд тех, кто каждый день, невзирая на опасности и риск, успешно работал и работает на благо Родины, используя свой профессионализм. Народный фронт уже провел вручение премий «Команда Путина» в десятках городов России. Первыми из них стали Донецк и Луганск. Далее коротко о других темах дня. Министерство образования и науки России рекомендовало повысить студентам вузов стипендию до уровня прожиточного минимума. Авторы инициативы отмечают, что речь идет об академической и социальной стипендиях, из которых складывается ежемесячное вознаграждение студентов. Такая мера ориентирована на поддержку учащихся вузов, для кого стипендии являются источником средств к существованию. Размер среднедушевого прожиточного минимума в России на 2024 год установлен как 15 435 рублей. В Самарской области он составляет 14 339 рублей. С 1 марта увеличится размер выплат для медицинских работников первичного звена, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. Об этом объявил президент Владимир Путин. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи, кроме базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал – 13 тысяч. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи будут получать дополнительно 50 тысяч рублей ежемесячно, а медработники среднего звена – 30 тысяч. Также глава государства поручил с 1 апреля повысить до 50% окладную часть заработной платы всем медицинским работникам, сохранив при этом дополнительные выплаты. Тольяттинский автозавод прогнозирует рост автомобильного рынка на 15-20%, до 1 миллиона 300 тысяч машин. Как рассказал на форуме вице-президент концерна, на рынке сложились хорошие условия по предложению для покупателя. Автомобилей достаточно, выбрать можно из большого количества моделей. В России введут штрафы за раздачу просроченных продуктов. Предполагается, что штрафные санкции будут грозить фондам и некоммерческим организациям, которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания. Сумма штрафов варьируется от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Отмечается, что инициатива позволит минимизировать риски распределения небезопасной продукции адресатам. Аналитики заявили о росте спроса на психологов. С начала года он увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет коммерсант, лидируют по числу запросов детские психологи. На втором месте семейные специалисты. В тройку востребованных вошли специалисты, помогающие преодолеть проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Сносить нельзя, восстановить. Организаторы стратегической сессии «Инвестируя в историю», которая проходит в эти дни в Самаре, точно знают, где поставить запятую в этом предложении. О сохранении исторического облика городов при помощи инвестиций, опыте других регионов и потенциале Самары в этом направлении расскажет Галина Топилина. Александр Горин, инженер-строитель по профессии, родился и вырос в Самаре. Всегда хотел жить в частном доме с богатой историей. На поиски дому мечты ушло несколько лет. В 2020 году Александр нашел то, что искал. Дом 19 века с мезонином в Старой Самаре. Было одно «но». Дом мечты тогда представлял собой обветшалую постройку, которая продавалась как придаток к участку. Но сегодня на месте аварийного сооружения дом с современным оснащением внутри и историческим обликом снаружи. Работы проделаны немало, вспоминает Александр. Все делали для себя и сил на это, конечно, не жалел. Дом в итоге переоборудовали так, как нам хочется. Сделали планировку, которая нам очень нравится. И это уже совершенно другой дом. Это современный дом с современными технологиями. Пол дома, фундамент я заменил. Стены внутри обшили гипсокартоном. Пол заменили полностью. Нанял архитектора для проектирования планировки дома. Он мне посоветовал обратиться в Томсуэр-фест. И они мне помогли с ремонтом фасада. Подобный пример преображения исторических построек в Самаре не единственный. В городе набирает все большую популярность восстановление домов с вековой историей, которые сегодня признаны аварийными. Большой вклад вносят бизнес, частные инвесторы и неравнодушные граждане. Объекты наследия, которые признаются аварийными и которые требуют внимания. И при этом, если совместить это с растущим интересом со стороны инвесторов в приобретении небольших площадей, порядка, может быть, нескольких сотен квадратных метров, здесь как раз такая точка соприкосновения, которая может дать Самаре еще ряд потрясающих объектов. Второй раз в Самаре проходит стратегическая сессия «Инвестируй в историю». Ее цель – установление диалога власти и бизнеса в вопросе восстановления исторических зданий. Архитектуру прошлых столетий отличает уникальность каждого объекта. Это и привлекает представителей бизнес-сообщества, уверены организаторы. Мы поставили перед собой гипотезу, а можно ли эти дома не сносить. И начали думать о том, как это сделать. И, по сути дела, мы поняли о том, что в этот процесс не вовлечен совершенно креативный класс предпринимателей и бизнес, которые могли бы давать какие-то инвестиции в эти объекты, в исторические домики для того, чтобы открывать там свои собственные бизнесы. Участники стратегической сессии – архитекторы, представители власти, бизнеса и неравнодушные граждане. Среди приглашенных – эксперты из 10 регионов России с успешными практиками в этом направлении. Потенциал развития вот этого направления, он достаточно высок. И все-таки мы видим, что в некоторых регионах России, там, где у нас активно развиваются меры поддержки инвесторов в сфере сохранения культурного наследия, интерес инвесторов есть. Запрос в обществе на системные изменения по привлечению частных инвестиций в этот сектор, он действительно уже назрел. В завершении стратегической сессии состоится презентация отдельных зданий Самары, которые ждут своих инвесторов. Участникам расскажут о механизме приобретения этих зданий и ответят на все интересующие вопросы. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Самарская область направила почти 200 заявок на конкурс российских брендов «Знай наших» и вошла в топ-10 регионов по числу участников. Местные производители подали заявки на все номинации. Продовольственные товары на конкурс представили производители сыров, десертов без сахара, хлеба, молочных продуктов с местных ферм, пирогов. Самарские потребительские товары – это косметика, детский текстиль, манекены, витамины, игрушки и даже деревянные роботы. Активно участвуют самарские умельцы в номинации «Креативные индустрии». Здесь представили деловые подарки, одежду, обувь из натуральной кожи, ручной работы и танцевальное шоу. Всего на конкурс поступило более 12 тысяч заявок от брендов со всей страны. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Для молодых брендов это хорошая возможность заявить о себе на широкую аудиторию, рассказать о своих продуктах и завоевать доверие потребителей. Победители конкурса получат поддержку в продвижении своих товаров и услуг на маркетплейсах, а также масштабную рекламу бренда. В числе других бонусов – обучение персонала и встреча с высшим руководством страны. Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». В Самарской областной детской библиотеке провели акцию «Книга моей семьи». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню книгодарения. Родители вместе с детьми рассказали, какие произведения им особенно дороги, и оставили свои книги на выставке «Давай меняться». Подробности расскажут наши корреспонденты. На 11-й год в своей жизни он попадает в Хоббарс. Знакомство с Хоббарсом помог ему Хоббарс. София Щербакова начала читать книги еще в дошкольном возрасте. И вот уже около 4-х лет девочка посещает детскую библиотеку и активно принимает участие в мероприятиях. В этот раз пришла с папой и братом, чтобы рассказать о книге ее семьи Гарри Поттера «Кубок огня». Я сперва его боялась. Смотреть фильм, но когда я прочитала все эти книги, то я поняла, что он не такой страшный, что он прикольный наоборот. И начала его смотреть. «Кубок огня» у Софии и ее младшего брата стал любимой частью из серии романов про юного волшебника. Вместе с мамой и папой они пересматривают фильмы и посещают тематические праздники, основанные на знаменитой истории. Соня у нас ее по несколько раз перечитывает. Она нам постоянно рассказывает, пересказывает все события, которые там происходили в этой книге. И плюс мы еще много раз пересматривали фильм, и она нам рассказывала, что не добавили, а что убавили. Щербакова не только рассказали о своей любимой книге на праздники, но и приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции уже 8 лет. Каждый год выбирается учреждение, которому подарят собранные книги. В этом году произведение передадут в Центры дневной занятости и развития. Примерно за 7 дней было собрано более 350 книг. Родители приносили книги и дети и рассказывали, почему именно эту книгу они хотят отдать, подарить. То есть с каждой книгой связана какая-то история. И в рамках этого, мы думаем, почему бы не сорганизовать такое мероприятие, где каждая семья сможет поделиться историей своей любимой книги. Возможно, поделившись, кто-то тоже заинтересуется этой книгой. И тем самым привлечем детей к чтению книг. Многие семьи рассказывали о произведениях, которые читали родители, а теперь читают их дети. Для кого-то огромное значение имеет автор. Например, семья Романовых появилась благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Мы познакомились на Пушкинской вечеринке. Мы ее устроили за волгой. Это была такая стихийная путь. Да, это впереди даже. Акция «Дарите книги с любовью» проходит в библиотеке до 18 февраля. А каждый желающий может принести свою книгу и подарить ее Центру занятости и развития. Или поменять на выставке «Давай меняться», а себе забрать любую другую. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События. Баскетболисты Самары не смогли на домашнем паркете переиграть московскую руну в матче единой лиги. Хоккеисты «Лады» уступили питерскому СКА. А теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает покорять турнир в Дохе. Подробности в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары дома принимали московскую руну в рамках второго этапа регулярного чемпионата единой лиги. Соперники-соседи по турнирной таблице и числятся среди главных претендентов на первые два места в таблице этапа проигравших, которые дают право сыграть в плей-офф, присоединившись к шести лучшим командам турнира. Поэтому игра была важна для обеих команд. Начало встречи получилось равным, но затем гости оторвались на 15 очков. Самарцы смогли сократить отрыв к большому перерыву, но во второй половине ситуация повторилась еще раз. Волжане вновь сравняли счет, а вот в третий раз сократить такой отрыв не получилось. 85-98. Поражение Самары. Хоккеисты «Лады» стали одними из первых, кто сыграл на новой СКА-арене в Санкт-Петербурге против местного одноименного клуба. Несмотря на активное начало, тольяттинцы пропустили первыми на восьмой минуте. После этого на льду была обоюдоострая игра. Свой момент гости смогли реализовать лишь в середине второго периода. Попугаев сравнял счет. На этой ноте тольяттинцы попытались додавить соперника, но постепенно отдали инициативу в матче, и под конец игры петербуржцы забили победную шайбу в большинстве. 1-2. Поражение «Лады». Гандболистки «Лады» сыграли третий матч второго этапа Российской Суперлиги. На своем паркете они принимали московский клуб ЦСКА действующих чемпионок турнира. В первом тайме на площадке была равная игра с обилием опасных атак с обеих сторон. У соперниц всегда находился ответ на любые рывки оппонентов. На перерыв команды ушли при ничейном счете 16-16. А вот во втором тайме нападение тольяттинок забарахлило, и почти полтайма они никак не могли забить. Гости за это время обеспечили себе комфортное преимущество и довели матч до победы 24-27 поражения «Лады». Волейболисты «Новы» навязали борьбу одному из лидеров Суперлиги клуба «Кузбасс». Игра проходила в Кемерове. В каждой из четырех партий, что сыграли команды, в первой половине преимущество было на стороне хозяев. Но волжане находили силы и приближались к сопернику на расстоянии одного-двух мячей. Во второй партии удалось даже выиграть, но три другие фавориты, пользуясь ошибками новокуйбышевцев, заканчивали в свою пользу. 23-25, 25-23, 25-19 и 26-28. 1-3 по сетам. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе. В матче третьего раунда она переиграла Маркету Вондрушева 7-5-6-3. Встреча продолжалась почти два часа. За это время Анастасия три раза подавала на вылет, совершила три двойные ошибки и смогла взять четыре гейма на подачи соперницы. За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с американкой Даниэль Холлинс. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут проводить адресное информирование жителей о предстоящих выборах. Узнать их можно по соответствующей экипировке. Жилет, битч, значок, сумка с символикой выборов. Участники обходов зайдут в каждую квартиру и будут готовы подробно проинформировать и проконсультировать по всем вопросам участия в голосовании. Узнают о необходимости уточнения списка избирателей или голосования на дому, сообщает телеграм-канал Кировского района. Глава Самарского района Роман Радюков в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы провел вместе с руководителем Центра поддержки экспорта Самарской области Александром Коротковым «Семинар для предпринимателей района». Затронули тему предстоящего голосования по отбору общественных пространств в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Основная цель голосования – улучшить облик района, благоустроить сквер на Хлебной площади. Также участникам семинара рассказали о возможностях системы «Мобильный избиратель», информирует телеграм-канал Самарского района. С 2024 года работодатели могут организовать диспансеризацию работников на рабочем месте как силами выездных медицинских бригад поликлиник, так и в поликлиниках, которые находятся рядом с предприятием, напоминает телеграм-канал Ленинского района. Для организации диспансеризации работодателям необходимо составить списки работников, подлежащих прохождению диспансеризации, направить данные списки в медицинскую организацию в ближайшую к месту расположения предприятия, выбрать удобную для сотрудников форму проведения диспансеризации. Тренировки – это ключевой компонент достижения спортивных целей. Регулярные занятия спортом создают условия для постепенного улучшения физических показателей и уровня подготовки, а формирование привычки делает занятия физической активностью частью вашей повседневной жизни. Благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» по всей стране появляются новые комплексы, стадионы и площадки, где можно тренироваться. С расписанием работы тренеров можно ознакомиться в телеграм-канале Красноглинского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи!